Миротворческий план, украинское видение будущей миссии голубых касок ООН на Донбассе Павел Климкин обсуждал в Нью-Йорке на самом высшем уровне. На какие уступки страна никогда не пойдет? Дмитрий Анопченко расскажет подробности. Официальная встреча со всеми положенными тут формальностями и под протокол. До нее было общение неформальное в зале Совета Безопасности ООН перед началом заседания. И тут и там возможность задать прямые вопросы о будущем миротворческой миссии для Украины. В том, что она появится, сомнений уже нет. Идея, которую когда-то предложил Киев и от которой поначалу отмахивались, Россия так и вовсе витировать обещала, постепенно стала для всех чем-то само собой разумеющимся. Процесс пошел, тут уже задаются не вопросом, а надо ли. А размышляют, как именно все организовать. Но выражение «дьявол в деталях» – это как раз об этом процессе. Россия играет с чем? Залишать ту реальность, которую она створила, вот эту российскую колонию там. И пытаться, чтобы миссия просто пришла не допомогать, а навіть заважать миссии об России. Просто, чтобы они контролировали один одного. В результате был тотальный хаос. А все то, что Россия там делает, залишалось и было еще мягче. На встрече с генсеком организации, как и во время разговоров ТТТ с коллегами-министрами, глава украинского МИДа четко сказал, мы не готовы отступать в принципиальных вопросах. Есть красная черта, где уже не будет компромисса. В первую очередь, Украина не намерена уступать в том, что касается полномочий будущей миссии. Кто будет заниматься безопасностью? То есть, сенс этой миссии, чтобы миссия отвечала за безопасность на оккупированной территории. А Россия говорит, не-не-не, миссия не будет здатна никому, даже не то, что заештовать кого-то, а сказать кому-то, что он что-то неправильно делает. Тогда это не миссия, а что-то такое, что никогда не будет работать. Что касается сроков, то в дипломатических кругах считают, пока нет окончательного понимания формата, не стоит торопить события. Это только навредить может. Но и забалтывать процесс Россия могла бы до бесконечности. Если бы не одно «но». Новые американские санкции, которые ожидаются уже в начале февраля. Жесткие, адресные, болезненные, которые, как надеются многие и в Вашингтоне, и в Киеве, заставят Россию отступить по очень многим позициям, в том числе и в вопросе миротворческой миссии для Донбасса. Самое важное условие, без которого Киев на нее не согласится, Павел Климкин и назвал во время этих нью-йоркских встреч на высшем уровне, сформулировав это по-английски как «rush out». Дескать, россияне однозначно не могут быть в составе миссии, и перед тем, как ее развернут, должны полностью уйти из Донбасса. И есть шанс, что санкционное давление действительно может стать настолько действенным, что Москва, пусть и попытавшись сохранить лицо, вынуждена будет уступить. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.